Всем привет, меня зовут Георгий Комлев, я тренер Академии Динобокс ТРМК. Сегодня для Бокс ТВ мы разберем экипировку для профессионального спортсмена. Итак, давайте начнем с того, в чем тренируется профессиональный боксер. Это футболка, шорты, может быть термобелье. В начале тренировки спортсмен разминается, это может быть как бег, так и теннисный мяч, либо скакалка. Профессиональные скакалки во многом могут отличаться, есть с утяжелителями, есть легкие скакалки. Также профессиональные боксеры зачастую используют скакалки с металлическим наконечником и тонким шнуром. После разминки спортсмен приступает к основной части тренировки, где он бинтуется бинтами, либо тейпируется. Бинты используются для защиты рук, пальцев, переломов и вывихов различных. Я покажу сейчас, как я бинтуюсь обычными бинтами и как я бинтовался в любителях и вообще, ну, как хорошо бинтоваться, смотрите. В первую очередь я беру эти, как его петля назвать, как его назвать, я не знаю, на большой палец, вот. Потом обматываю вокруг кистей, раз, зажимаю кулак, два, фиксирую, три, потом перехожу на большой палец и я сжимаю четырех палец, провожу через большой палец. Когда провожу, зажимаю кулак, опять фиксирую и так два раза. Все, в принципе, я зафиксировал большой палец, вот. Теперь я перехожу на казанки, мотаю один круг бинтом, фиксирую, затем перехожу на указательный палец, через пальцы обвинтуюсь. Чем он установится, удар чётче и жёстче. Перехожу через указательный палец-казанок, делаю круг через кисть. Так, сейчас. Потом на средний палец перехожу, выпрямляю средний палец, также казанки фиксирую, вот там, затягиваю, получается. Потом на безымянный палец перехожу, также фиксирую казанок. Мизинец желательно, ну, кому как, кто может фиксировать, кто может не фиксировать, он особо большую роль не играет. Затем я вот зафиксировал, получается, вот, всё чётко. Потом обвожу одним или два раза казанки, также фиксируя, вот, разгибаю кулак, загибаю сильно, опять фиксирую казанки. Потом перехожу опять на кисть. Здесь делаю пару кругов, в принципе. И потом опять здесь, и, в принципе, всё уже зафиксировано, можно ещё один раз пройти с крестом здесь, вот так вот. И всё, фиксация завершена. Ну, конечно, не тейп профессиональный, но надёжный. Можно сверху ещё сделать дракопластером. Чётко, да, смотри. После бинтов боксёр одевает перчатки. Перчатки могут быть разных размеров, разного веса. В данном случае у нас перчатки 16 функций. Перчатки 16 функций в основном используются для тренировочного процесса, чтобы не травмировать боксёров, не травмировать своего спарринг-партнёра. И я, как тренер по боксу, советую вам использовать перчатки потяжелее в тренировочном процессе. Также стоит рассказать об отличиях тренировочных перчаток от соревновательных. Под соревновательные перчатки надевается тейп. Вот так он выглядит в готовом виде. Собирается он из бинта и тейпа. Тейпы накладывают специально обученные люди, которые называются катманы. Дальше во время тренировки боксёры используют шлем. Шлемы имеют разные размеры. Также шлем можно подобрать под себя. Здесь есть специальная шнуровка, где-то есть липучка. Также сверху есть определённая шнуровка, чтобы шлем садился либо глубже, либо чуть выше. Он же ничего не понимает в боксе, в каком вы взяли-то. Что, не мешай, пожалуйста, летать тяжело не даёт. Я давно интервью не дал. В принципе, ну что, это легко и просто вообще. Смотрите, это шлем. Оно одевается на домовую. Так вот. Это защита спарринговая. Можно в нём и боксировать, получается. Есть шлема попроще. Он отличается тем, что он намного проще, чем профессиональный. Здесь намного меньше защиты. Также они отличаются в ценовом сегменте. Применяется в основном для тренировок. Как вы видите, визуально они тоже во многом отличаются. Здесь на профессиональном шлеме намного больше накладка, чем у обычного. Намного мягче. Также в профессиональном шлеме дополнительно защищаются щёки. Есть специальный шлем, который защищает отдельно подбородок. Здесь в основном лицевая часть открыта. Итак, в боксерском арсенале есть такая защита, как капа. Капа используется для защиты зубов. Капы есть различных видов. Это самая обыкновенная капа, которая продаётся в обычных специализированных магазинах. Профессиональные капы изготавливаются у стоматолога. А о том, как они изготавливаются, вы можете посмотреть на YouTube-канале BoxTV. Итак, это ещё один тренировочный элемент профессионального боксёра. Называется бандаж. Защищает паховую часть. Профессиональные бандажи отличаются тем, что в любителях обыкновенная рукушка. Профессиональных боксёров здесь дополнительная накладка, которая немного защищает живот. Бандаж надевается через ноги и бывает различных размеров. У нас последний элемент тренировочной экипировки – это боксёрки. Боксёрки бывают разных размеров, цветов и ценовой политики, но основная их цель – это защита от растяжений и травм. Итак, мы вам показали всю тренировочную экипировку боксёров. Спасибо, что смотрели нас. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!